Позитронная эмиссионная томография Это гибридный диагностический метод, который позволяет визуализировать не только анатомию, но и морфологию органов, а также определять метаболизм различных веществ и таким образом определять патологические изменения на молекулярном уровне. Как же это действует? Что такое гибридное устройство? Это два аппарата в одном. Пациенту, которому введен радиофарм препарат и источником излучения является он, проводится позитронная эмиссионная томография, компьютерная томография, получаются изображения компьютерной томографии, ПЭТ. Далее они совмещаются, и мы получаем совмещенное изображение, где врач-радиолог может достаточно четко определить анатомическую принадлежность очага поражения. Что такое радиофарм препарат? Это лекарственный препарат, который в готовой для использования форме содержит радионуклид. Препараты обычно вводятся внутривенно. И еще раз хочу заметить, что источником излучения в данном случае является сам пациент. Лекарственный препарат отвечает за то, в каком органе, типе опухоли накопится сам радиофарм препарат. А радионуклидная метка позволяет врачу диагносту увидеть это накопление на изображении. Если схематично представить, что такое радиофарм препарат, то мы видим, что это изотоп. В таблице представлены различные изотопы. Это может быть фтор-18, углерод-11, галли-68. Соединенные с лекарственным веществом, это может быть аминокислота, белки, антитела, доставляются к органу мишени. В данном случае это опухоль. Как же это работает? Вы видели, что периоды полураспада радиоизотопов достаточно короткие. Поэтому производиться они должны там, где будут использоваться. Поэтому, как правило, там, где существуют ПЭТ-центры, есть свои циклотронные комплексы, которые получают радионуклиды. В радиохимической лаборатории синтезируются радиофарм препараты. Проводится контроль качества. Далее в отделении уже производится фасовка индивидуальной дозы из расчета веса и роста пациента. После приема врача-радиолога пациенту назначается данный РФП. Вводится и ожидается сканирование. В зависимости от того, какое исследование, ожидание может продолжаться от 10 до 1,5 часов. Ну и само исследование и описание результатов уже врачом-радиологом. Итак, какие главные задачи решает ПЭТ-КТ? Выявление злокачественной опухоли, дифференциальная диагностика, стадирование опухолевого процесса, а также оценка эффективности лечения. Конечно, желательно проводить исследование до начала терапии для того, чтобы в дальнейшем можно было проводить ее контроль. Пациент, который же получил лечение, вот здесь приведены сроки, когда необходимо проводить ПЭТ-КТ для того, чтобы получать как можно меньше ложноположительных или ложноотрицательных результатов. Ну вот через 4-6 недель после операции, после второго курса полихимиотерапии, 2-4 недели после радиоид-терапии, брахи-терапии, через 6-8 недель после последнего сеанса облучения и на последней неделе перед введением гормональных препаратов. Противопоказаниями к данному исследованию являются беременность, грудное вскармливание, ну и если мы проводим исследование с тордезокси-глюкозой, то уровень сахаров должен не превышать 11 мммл. Подготовка к исследованию. Ну, в принципе, для различных препаратов существуют некоторые особенности. Я не буду останавливаться, поскольку это займет много времени. Хочу сказать, что большинство исследований проводится натощак, поэтому пациент должен быть голодный. Желательно, чтобы накануне он избегал лишних физических нагрузок. Одеться он должен так, чтобы ему было немножко даже теплее, чем обычно. Не было лишних металлических предметов на теле. Одежда должна быть удобной для того, чтобы не раздевать их. Если пациенту в части КТ исследования планируется введение рентгеноконтрастного вещества, то обязательно нужно предоставить исследование крови на кретинин для того, чтобы оценить функцию почек. Если у пациента когда-либо была аллергическая реакция на введение йод-содержащих контрастных веществ или аллергия на йод, то нужно обязательно сообщить об этом врачу. Пациенты, которые имеют сахарный диабет второго типа, необходимо отменить сахароснижающие препараты. Итак, наиболее известный всем радиофармпрепарат – это фтор-дезоксиглюкоза. Синтетический аналог глюкозы является радиофармпрепаратом, который накапливается в повышенных количествах клетках злокачественных новообразований и метастазах. И уровень накопления зависит от степени злокачественности опухоли. Здесь вы видите, что основные показания – большинство новообразований можно диагностировать с данным радиофармпрепаратом. В частности, еще и поиск новообразований неизвестной локализации. Если у пациента сахарный диабет, то при записи обязательно необходимо сообщить об этом регистраторам, и его постараются записать на утро. Для того, чтобы получилось качественное исследование, последний прием пищи и сахароснижающих препаратов должен быть накануне исследования, до 23 часов предыдущего дня. Пациентам разрешается пить несладкую и негазированную воду в любом количестве, чем больше, тем лучше. Ну и до введения радиофармпрепарата уже в отделении ему обязательно выполнят замеры уровня глюкозы в лазме крови. Ну вот так выглядит нормальное распределение данного препарата в теле пациента. Физиологическое накопление или то накопление, которое будет обязательно в норме. Это головной мозг, лимфоглоточное кольцо, накопление в миокарде, незначительное накопление в печени, почках, кишечнике. И препарат выводится почками, и, соответственно, активное накопление в мочевом пузыре. Ну вот здесь представлены результаты исследования пациента с лимфомой. До лечения мы видим патологическое накопление в грудной клетке, в средостении и полный метаболический ответ на лечение у пациента после проведенной полихимиотерапии. Ну вот также гиперфиксация или патологическое накопление радиофармпрепаратов в новообразовании поджелудочной железе, накопление в раке, при раке легкого, метастазах. Также существует группа радиофармпрепаратов для диагностики нейроэндокринных опухолей. Вот они представлены. Меченые галием 68 аналоги соматостатина. Это ДОТАТЭЙТ и ДОТАНОК используются для диагностики нейроэндокринных образований, имеющих соматостатиновые рецепторы. И меченые в ТОРОМ-ДОПА, также нейроэндокринные новообразования и врожденный гиперинсулинизм. Извините. Что касается рекомендаций по проведению у больных, получающих лечение аналогами соматостатина, то те пациенты, которые получают актриотид пролонгированного действия, ПЭТ-КТ выполняется на последней неделе перед введением актриотида. Если пациент получает актриотид короткого действия, то отмена актриотида производится за сутки до проведения исследования. Здесь представлены результаты пациентов. Нейроэндокринная опухоль головки поджелудочной железы мы видим активное накопление. Здесь метастатический процесс печени у пациента после резекции. И также метастазы еще в области желудка и костях скелета. Исследование предстательной железы – это меченый галием или фтором, ПСМА и холин. Основные задачи, которые решают эти препараты, это стадирование опухолевого процесса, диагностика биохимического рецидива. При холине, при ПСМА выше 5 нг на миллилитр. Если галий ПСМА используется, то здесь от 0,2 нг на миллилитр. Ну и также оценка распространенности и эффективности лечения. Ну вот так выглядит распределение радиофарм препарата в норме. Накопление в слюных железах, почки, мочевой пузырь, печень, селезенка. И при метастатическом процессе, множественное накопление в лимфоузлах, костях и различных органах и тканях. Основные радиофарм препараты для диагностики заболеваний головного мозга – это меченый углеродом 11-метианин. Меченый фтором – фторэтилтерозин. Используется в основном для поиска новообразований головного мозга. Фтор дезоксиглюкоза используется для доброкачественных изменений головного мозга, деменции, болезни Паркинсона, а также выявления очагов эпилепсии. Ну, основные задачи, которые решает ПЭТКТ в нейроонкологии – это выявление новообразований головного мозга, диагностика продолженного роста опухоли, а также оценка эффективности лечения. Здесь представлены результаты исследования пациентов с метианином. Мы видим злокачественную опухоль после лечения, а также метастазы в головной мозг. Ну и постлучевые изменения уже у пациента после проведенного лечения. И что бы хотел сказать в заключении, что чтобы получить качественное исследование, то здесь нужна совместная работа как пациента, так и медицинского персонала. Примерно 30% успеха зависит от пациента, от его правильной подготовки и уже 70% от компетентности персонала. Ну и в заключении мне бы хотелось сказать, что ПЭТКТ в пределах одного исследования позволяет получить информацию об анатомии, функции различных органов и систем. Возможность проведения сканирования в пределах всего тела от головы до пяток за 35-45 минут позволяет выявить злокачественное новообразование, разграничить доброкачественный и злокачественный процесс опухоли и воспаления, определить чувствительность опухоли к лечению, уточнить стадию заболевания, ну и, соответственно, влиять уже на лечение. Это безопасный метод, внутривенная инъекция, в общем, не требует каких-то инвазивных вмешательств. Но правильная подготовка, как я уже сказала, в соблюдении методики сканирования являются обязательными условиями для получения качественного изображения. Выбор радиофармпрепарата осуществляет лечащий врач пациента и в зависимости от гистологического типа опухоли клинических задач, которые необходимо решить в конкретном данном случае. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...